ну что же вот очередной сказать момент съемки работ пока сюда ход не дошел это дело вот прям слышно кое-где надо полировать вот такая вот чистая у нас машина сейчас надо почистить круг и пройтись еще раз но все равно уже нормально потому что в таком вот налете и вот слышно искать она как шуршит как будто у меня не рук курка хотя рука чистая вот поэтому налирнуть убрать этот весь налет потом замыть спиртиком обезжирь вот ну сейчас еще разочек пройдусь эту сторону ту и начинать заниматься клеевой бока делать слегка почистив полировальник можно продолжить дальше работать на этот раз уже полировальник у нас более чистый машина сейчас протрем уже она как бы слышно что то что надо было снять вот вот этот слой этой гадости этой где он снялся вот уже она не шуршится вот здесь еще чуть-чуть но это я пройду по этой кромочке чуть-чуть вот здесь есть копыл прям какой-то долго шуршит но ничего особо как бы нет смысла тут налегать вот там где еще немножко шуршит можно пройтись а тут у полироваться до умрачительного состояния мы не будем это никому не надо во первых что здесь довольно таки тоненький слоёчек краски вдруг надо будет еще раз полировать а тут уже как бы снято будет пол сутки допустим сотка снято зачем так что слишком сильно упираться не надо просто вот здесь чуть-чуть есть тут в районе вот этого значка чуть-чуть убрать и все вот глажу то есть понятно что надо еще поработать ну и грязь кое-кде вот здесь у меня второй номер налет я специально написал это просто пузыречек от другого вот сейчас пройдусь и эту сторону уже не заморачиваться делать все это подряд в этот бок левый бок правый бок чтобы уже не отвлекаться ну вот веду и все нормально даже скрипит вот чистенько вот тоже даже скрипит чисто вот это хорошо теперь можно обезжирить помыть спиртиком вот и браться и работать обе стороны в принципе к этому готовы прикольно смотрю заодно работаю и смотрю новые приключения неуловимых люблю фильмы что-то последнее время нравится больше их смотреть чем у нас по телевизору показывают из тысячи там один два фильм нормальных которые заслуживают в основном всякий хлам и по одному и тому же шаблону так что вот отдушина такая вот идет дефектовка еще раз повторюсь не все мои видео смотрят вот это вот карандашики восковые копеечные они не портят лакокраску стирка легко вот так сказать снять не очень-то легко засвечивается но это в процессе работы посмотрим ну вот они видны вмятины как говорится невооруженным взглядом и глазом вот такие то есть наградил тут здесь как бы мало мизер вообще здесь сзади присыпано хорошо ну я думаю что вот эту часть досюда здесь я вот залез пальцем здесь не очень удобно а сюда наверно в крыло доступ будет через снять заднего фонаря и куда-то досюда возможно вот куда-то я долезу а вот сюда пока что отсюда доступа нет здесь усилители вот здесь вот маленькая щелочка может быть с крыла будет ну пока что я не знаю ну вот так пока что я дефект сейчас посмотрим эту сторону правую что там показываю обычно обычно как бы не знаю как так но левая сторона у многих машин которые я делал пострадала пострадала левая сторона вот как-то град у нас шел и люди паркуются как бы определенным образом да вот и левая сторона вот большим машин левая сторона пострадала ну во первых тут район один и как бы может парковались как бы чуть ли не рядом тут ну не знаю во всяком случае если посмотреть мои видео на многих автомобилях левая сторона почему-то пострадала больше я пока что потом не хожу не смотрю как бы пока что вот капот боковины багажник там где много повреждений где явно выражены вот ну сейчас перейду на правую сторону вот вот так не торопясь смотрю корону российской империи который в детстве нравился вот только что я говорил что обычно сторона повреждена сильнее а к сожалению правая сторона повреждена не менее а может быть даже и больше вот ну как если снять вот видно да все тут прям хорошие ямки от души вот и просто они не сдадутся вот прям такие ямки хорошие душевные вот можно конечно посчитать ну смысл к тому что как ты их не считай делать их все равно надо поэтому я понимаю решение поскольку здесь вот на крыльях как бы немало вот возможно хотя бы вот эту часть почистить надо снять вот тут обшивочки и попытаться снять на реки я надеюсь что тут проблем больших не будет и попытаться с крыла добраться туда куда надо вот хорошо молодцы сделали где на саморезе без заморочек а то как снег потом хрен поставишь что усики не туда разогнулись то еще чего-нибудь вот это конечно они молодцы здесь простая ушечка и эти заглушки как мы видим они простые ежики вот это очень хорошо люди думали о том что людям придется когда-то разбирать и не так чтобы поломать вот эта машина очень нравится и очень понравилась в плане вот того правильно изготовили ну сейчас берем клипсодер и снимаем фонарики это нам пригодится ну что прогноз мой не сбылся вот я ради интереса посчитал тут как говорится интерес было со мной тут 54 с левой стороны а с правой стороны получается у нас 75 штук так вот получается справа у нас побольше вот ну что делать да не что делать будем делать ну просто как вот как из примеров того что не всегда бывает так как вот обычно вот бывает иногда и по-другому вот ну что машинку разобрал отдефектовал вот ну на сегодня наверное хватит вот хватит играться почему потому что уже восемь вечера пора уже домой на сегодня на сегодня я не знаю что это это она